Всем привет! Сегодня на нашем канале обзор нового компьютера, нового гибридного компьютера Surface Pro 8 с поддержкой сетей 4G LTE. Несмотря на то, что Microsoft достаточно давно продвигает концепцию Always Connected компьютеров, устройствам компании не везло с поддержкой сетей 4G. Конструктивные особенности, заложенные в самый успешный дизайн Surface Pro 4, который не менялся до 2021 года, накладывали ограничения на размещение модуля LTE, который мог устанавливаться только на модели с пассивным охлаждением на базе процессора Intel Core i5. Более производительные модели на базе процессора Core i7 требовали активного охлаждения и оставались без поддержки LTE. В 2020 году с выпуском Surface Pro X на базе ARM процессора SQ1, который по умолчанию оснащался поддержкой сетей LTE, все, казалось бы, изменилось. Однако реальная производительность SQ1 оказалась еще ниже, чем у Core i5, а использование новой ARM-архитектуры потребовало компромисса, на этот раз с поддержкой приложений. И вот, наконец, в этом году на прилавки поступила новая модель Surface Pro 8 с поддержкой сетей LTE и на этот раз практически бескомпромиссная. И как нельзя вовремя, пандемия продолжается, а для удаленной работы поддержка сетей LTE – это как раз то, что нужно. В настоящий момент Surface Pro 8 LTE Advanced доступен исключительно для корпоративных пользователей. Это значит, что он поставляется только в бизнес-вершен с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro и в технической упаковке – простой коробке из гофрокартона. Она не такая красивая, как в потребительской версии, но зато ее проще распечатать. Согласитесь, для системного администратора, которому требуется распечатать и активировать несколько десятков устройств, даже такая простая операция, как снятие пленки, может потребовать лишнего рабочего времени. Да и расходы. При почтовой отправке намного ниже. Пломб на технической упаковке тоже нет. При отправке из Microsoft по почте ее просто заклеивают скотчем. Иногда скотч бывает скрыт при поверке упаковки американскими службами безопасности. Однако это не значит, что версии с поддержкой LTE действительно могут купить только корпоративные пользователи. Она также доступна для самозанятых и, в принципе, любой может заказать ее с официального сайта Microsoft. В России версия Surface Pro 8 с поддержкой сетей 4G LTE, как обычно, доступна в нашем фирменном магазине. Ссылку на подробный обзор и магазин, где можно купить это устройство, как обычно, мы разместим под этим видео. Как я уже говорил в обзоре Surface Pro 8, он совместил себе новый дизайн Pro X и мощь процессоров Intel классической линейки Pro. Если вы поместите Surface Pro 8 рядом с Surface Pro X, с фронтальной части вы не заметите разницы между ними. Но если посмотреть сбоку, разница очевидна. Добавьте несколько вентиляционных отверстий, выдвиньте заднюю часть на несколько миллиметров, чтобы охладить процессоры Intel 11-го поколения, и вы получите Surface Pro 8. Это хорошо, поскольку дизайн Surface Pro X просто великолепен. Эти изменения означают, что Surface Pro 8 весит на 118 граммов больше и почти на 2 миллиметра толще, чем Pro X, и на 1 миллиметр толще, чем Pro 7 и 7+. Я думаю, что разницу в весе при переноске уловить практически невозможно. Pro 8 заметно полнее по габаритам, но на это сложно пожаловаться. Surface Pro 8 не только стал современным, но и очень удобен для постоянно подключенного устройства, предназначенного для использования дороги. Перо Slim Pen 2 убирается в ячейку в клавиатуре. По сравнению с пером Pro X в Pen 2 появилась тактильная отдача, а наконечник стал острей. В нашем обзоре клавиатура платинового цвета. Единственное внешнее отличие от модели без поддержки LTE – пластиковая вставка в верхней части корпуса, большего размера для размещения антенн 4G. Она белого цвета, поскольку модели с LTE доступны только в платиновой версии. Еще раз возвращаясь к обзору Pro 8, отмечу, что все устройства, как на базе процессоров i5, так и i7 получили активное охлаждение. Плюс в том, что теперь версии с поддержкой LTE доступны также на базе процессора Core i7, впервые в линейке Surface Pro. Правда, другие спецификации остались ограниченными. В топовой конфигурации Surface Pro 8 LTE Advanced получил 10 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Это не самый лучший вариант. Хотя ранее был выпущен Surface Pro 7 Plus с процессорами Intel 11-го поколения серии U, Surface Pro 8 получил несколько обновленных процессоров линейки Core i7 более высокого уровня. Вместо Core i7-1165G7 с тактовой частотой 4,7 ГГц, Surface Pro 8 оснащен немного более быстрым Core i7-1185G7 с тактовой частотой 4,8 ГГц. Встроенная графика Intel iRisk CE также работает немного быстрее – 1,35 ГГц против 1,3 ГГц. Процессор i7-1185G7 также совместим с технологией Intel V Pro, что соответствует акценту Windows 11 на аппаратной и программной безопасности. В отличие от версий на базе Wi-Fi, LTE-версия не получила сертификации Intel Evo. По времени автономной работы Surface Pro 8 не сильно отличается от предыдущих Surface Pro и только немного лучше. Хотя батарея больше, чем у Surface Pro 7. Увеличенный размер экрана и другие улучшения компенсируют преимущество Intel 11-го поколения. Тем не менее, можно сказать, что это лучшее время автономной работы из всех Surface Pro, даже если этот выигрыш невелик. Прямое сравнение с предыдущими Surface Pro затруднительно, поскольку мы обычно тестировали устройства на базе процессоров Core i5, но Surface Pro 8 показал отличные результаты. Вентилятор включается только под нагрузкой, например, при обновлении Windows, компиляции, рендеринге или игре. Сам вентилятор работает тихо, слышно только свист воздуха, проталкиваемого через корпус. Он не громкий и не мешает, но вы его услышите. Однако, по сравнению с большинством ультрабуков, я бы классифицировал Surface Pro как очень тихий. Во время обычного использования такого, как просмотр веб-страниц, электронная почта и так далее, вентилятор молчит. Температура корпуса соответствует предыдущим Surface Pro. Задняя часть корпуса может нагреваться, но никогда не бывает горячей на ощупь. Что касается скорости работы в сетях 4G LTE, то по результатам тестирования в сети Megafon, Surface Pro 8 стабильно показывал более высокие результаты по сравнению с Pro 7 Plus и Pro X. Что делает Surface Pro 8 таким хорошим устройством, так это то, что Microsoft наконец услышал своих клиентов и фанатов. Добавил поддержку портов Thunderbolt 4, увеличил частоту обновления экрана до 120 Гц, уменьшил лицевые панели и увеличил размер дисплея, улучшил рисование, клавиатуру, а также, наконец, обновил дизайн. Все это в полной мере соответствует версии с поддержкой сетей 4G LTE. Да, гейминг на Surface Pro по-прежнему представляет проблему, но теперь, благодаря поддержке портов Thunderbolt 4, вы можете подключить к этому устройству внешнюю графическую карту. Конечно, есть небольшие нарекания. Время автономной работы могло быть лучше, есть вентилятор. Конечно, Apple решила некоторые из этих проблем с выпуском процессора M1, хотя даже iPad Pro 2021 года работает на максимальной яркости всего 6 часов. Это хорошо, но все-таки меньше, чем Surface Pro 8. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что будущее постоянно подключенных устройств за ARM-архитектурой. Это делает все достоинства Surface Pro 8 временными. Тем не менее, на сегодняшний момент это самый производительный, постоянно подключенный компьютер с поддержкой сетей 4G LTE в линейке компании Microsoft.